Дальше на день глава Парашот Вайхи начинает словами Вайхи Яков берет Митсраим шева и срешана Вайхи Яков шнейхая в шева шаним в ярба им шан В ярба им уме чана И был жизнь Якова в земле Митсраима, в земле Египта Шева и срешаним 17 лет Все вместе, то что жил в земле Израиля Якова Вайхи наш протец, это было 17 лет Во имя Яков и были дни Якова, годы его жизни 7 лет и 40 лет и 100 лет 147 лет жил наш протец Яков Вайхи И в наш день глава Парашот Вайхи уже рассказывается Как он перед смертью собирает всех своих детей Дает им благословление, дает им направление И проявляет их внутренние большие духовные качества Которые в них заложены То этого благословляет Иосифа и просит, чтобы Иосиф Позаботился, чтобы похоронили его в стране Израиля И не в стране Египта И этим заканчивается, в принципе, наша первая книга Книга Берешит И уже мы переходим скоро уже с Божьей помощью Парашат Шмот в книге Шмот Мы хотели бы с Божьей помощью концентрироваться сегодня на первых словах нашей недельной главы Жизнь Якова Парашат Хай Сара мы тщательно прошли про жизнь Сара Имену Аляшину Где Тора тоже тщательным образом И очень интересным образом, так как мы нигде не находим Описывает жизнь Сара Имену Аляшину И здесь тоже, в отличие от всех В отличие от Аврагама Вину В отличие от Ицхаков Вину В отличие от Сара Имену Аляшину Где Тора описывает и рассказывает Когда они умерли, сколько им лет было, когда мы ушли с этого мира Здесь тоже, параллель к Сара Имену Тора тоже особенным образом выражается Про нашего прадца Якова Вину Жизнь Якова Вину И вот это была жизнь Якова Вину в земле Израиля В земле Египта, извините Как мы знаем Якова Вину, у нее не был легкий жизнь Не был легкий жизнь Он с того момента, когда он был жив в утробе Матери, они уже дрались со своим близнецом Эсовом Они выходят в этот мир И начинается уже борьба И потом начинается история с Лаваном Потом история с Диной Потом опять история с его встреча с Эсовом Потом продажа Йосефа и так далее Яков Вину не был легкий жизнь Не был легкий жизнь И мы это видим тоже, дорогие друзья В прошлой недельной главе Когда Яков Вину спускается в Египет После того, как братья рассказали Якову то, что твой сын Йосеф жив И он просит, чтобы ты спустился в Египет И что он будет давать хлеб Якова Вину, конечно же, первым же мраком, что он делает То, что мы, когда мы сейчас пройдем То, что он боялся, как бы, спускаться, конечно, в Египет Но он сказал, перед того, как я умру Увидеть еще один раз моего сына Йосефа И он спускается туда, спускается 70 членов, как бы, семей Якова И этим уже начинается изгнание, так как было обещано Авраам Вину И когда он встречается, когда Йосеф Вину приводит Якова Вину перед фараоном Фараон сразу же видит, что он чрезмерно старый Он говорит, почему это старость, откуда это старость? И он говорит, что да, моя жизнь не была легким Не была легким Не была легким Даже если мои прадцы, те, которые прожили, может быть, тоже долгие годы Поскольку он удивился, что обычно такие люди, уже в их время Люди не жили, на самом деле, так долго, так как наши прадцы Как я, Ицхак, жил 180 лет Сейчас мы только что прочитали, 147 лет живет Ицхака Вину И Якова Вину, извините И так далее А еще прадцы жили очень долго А Ковина говорит, да, я смотрю, что мои прадцы тоже жили очень долго Да, не нормально Нормальный образ, нормальный уровень, как бы, человека Как уже пишет нам Давида Мелех, 70 лет, 80 лет Даже не время до потопа До потопа люди жили долго-долгое время, столетиями люди жили Но из-за тяжелой жизни, которая была, говорит Якова Вину, у меня Из-за этого старость чрезмерно сильно вигна на мое лицо Яковну не было легкой жизни Но тут Тора выражается перед смертью Якова Вину И вот это была жизнь Якова в Египте Это было 17 лет Это было 17 лет На этом моменте, дорогие друзья Приходит нам Балатуре И тут говорит нам невероятно большую вещь Говорит нам то, что Если мы возьмем слово Ваехи Ваехи И возьмем его Гематрию Число, как бы, слово, само слово Ваехи И жил Мы получим 34 34 Два раза Юд Это 10 И 10 Это 20 У нас здесь Вав 6 26 Плюс Хет Это 8 Все вместе 34 Говорит он нам Балатуре Что на самом деле Что это за слово значит То, что Ваехи Яков Что Яков Вину Жил в Египте 17 лет Тора Это в принципе экстренная вещь Если мы безналиваем Если мы уже знаем Сколько лет он жил в Египте И мы можем просчитать Да Только сказав Когда он скончался Сколько лет был Иосов И так далее И так далее Мы можем на самом деле Просчитать Сколько ему лет Но Тора экстренно выражается И говорит Это была жизнь И жил Яков в стране Египта 17 лет Значит Если экстра вещь Которая написана Это пришел Чтобы обучать нам что-то Говорит он Балатуре К чему хочет обучать нас То, что на самом деле Настоящая жизнь Яков Вину Это были 34 года Его жизни Настоящая жизнь Без боли Без переживания Откуда мы берем эти 34 года 34 года мы берем следующим образом Семнадцать лет С того момента Когда родился Йосеф Отсадик До того Как его продали Когда была Продажа Йосефа Йосефу было Семнадцать лет И с того момента Когда родился Йосеф До его продажи Это были Первые Семнадцать Хороших Когда хорошие годы Жизни Яков Вину И вторые Семнадцать Это Жизнь Когда Яков Вину Жил в Митрайме Значит Дважды У Яков Вину Были Годы Где он Жил без переживания Первые Это связано С рождением От рождения Йосефа То, как его продали И потом Когда он узнал Что Йосеф Жив И он живет Уже С Со своей Семьей В Египте Семнадцать лет До того Как ушел С этого мира Значит Мудрецы говорят То, что Последние жизни Якова Представляем себе Они размножались Настолько сильно Как уже написано Последние слова Придущим На главе Они размножались Настолько сильно То, что Не скончался Яков Вину До того момента Как он не увидел Шестьсот тысяч душ Шестьсот тысяч душ Которые родились Как говорили Один из наших Мудрецов То, что Яков Вину От него Штраймель Не спускался Все эти Семнадцать лет Почему? С утреца Его звали На Бритмлю Потом На Бармицу Потом На свадьбу Потом На Бритмлю Опять Потом Симхатам 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 Постоянно Яков Вину Говорит Радости Так я слышал От имени Рапшона Швадрона То, что Так описывал На самом деле Последние дни Жизни Якова Вину Якова Вину Тут мы хотели бы Чуть-чуть Зайти В глубине Понять Как бы Вот эти Жизнь Якова Вину Да Жизнь Как бы Яковина Которую мы здесь Мы говорим И Это был связан С рождением Йосефа Это был связан С Перед того Перед концом Мы понимаем На самом деле Перед концом Мы понимаем Но В других Абсолютно Моментах Мы нигде Не находим Настоящую И хорошую Жизнь От Якова Вину И нужно Понять Этого И понять Чуть-чуть Глубине На самом деле Всего этого Аналогичный момент Параллель К этому Мы находим Тоже Дорогие друзья В Парашат Хаесара Как мы уже Упомянули Парашат Хаесара Балатурим Аналогично Говорит Про Сараймену И вещь Которую Мы нигде И ни о ком Не находим Тоже В Торе Парашат Хаесара Сразу же Говорится И вот Это была Жизнь Сары И что За особенная Жизнь Сары Говорит Сразу же Балатурим Просчитая Слова Ваих Ю Это число 37 Да Ва Это 6 Юд Это 10 У тебя еще Второй Юд Это 26 У тебя Эй Это 5 Это Получается 30 31 И еще Ва В конце У нас Получается 37 Настоящая Жизнь Сары Сказал Балатурим Это когда Это 37 Лет Жизни С того момента Когда родился Ицхак До этого Тацкенеми Балаятусвод Мы же упомянули Говорит Что человек Без детей Он как будто Мертвый Он считается Мертвым Он мертвый С того момента Когда 80 лет Когда Сара Мену Родился У нее Сын Это Был Настоящая Жизнь Сары И очень Интересно Я Настолько Я смотрел В этих Последних Днях Мне этот Вопрос Очень сильно Думал Очень много Об этом Мы нигде Параллель К этому Ничего Не находим Кроме Якова Вину И Сара Мену Что про Жизнь Когда Мы говорим Что настоящая Жизнь Был у них Без боли Без переживания Мы находим Только про них Сара Мену Когда родился У него Ицхак Якова Вину Рождение Йосефа Задумаем Себе Очень внимательно Еще Бениамин Еще не был Рожденный И у него Были еще Десять Детей До этого И в конце Когда Его продали Это были Семнадцать лет Первых И потом Еще Вторые Семнадцать лет Перед смертью Очень интересно На самом деле Весь Этот момент Чтобы понять Я хочу вам Показать Очень интересный Танэ Дебельяу Танэ Дебельяу В Пэрэкэй Он Уписывает нам Следующий момент Он говорит нам То что Яков Вину Удостоился Хорошей жизни Хорошей жизни В каком понятии Так как он Это объясняет В принципе Это более Скажем так Глубоким Объяснением Всему Но по-простому Мы понимаем То что Это Жизнь Без боли Так как он Уже сказал Сказал Как мы сказали Парашат Хайсара Эмекадавар Как он сказал То что Жизнь в еврействе Это проявляется Вудоре В принципе Это жизнь И не смерть Или же Жизнь без переживания Без боли И это было Правде Скажем так Не жить Существование Это еще не значит Что человек По-настоящему Как бы Живет Так описано На самом деле На самом деле На самом деле И тут Говорится Так описано Что Вот эти 34 года Была настоящая Жизнь У Якова Вину Но Первый Извините Танадабельяу Говорит нам То что Вот эта жизнь Которую мы говорим Про Якова Вину Это жизнь Без переживания И без Злого Соблазна Без дитерары В этом мире Состояние Говорит нам Танадабельяу Который Творец Даст Садыке В будущем мире Состояние Без переживания Без дитерары Это то Состояние Которое Подарил Творец Якова Вину В этом мире Невероятно Это то Что было На самом деле У Якова Вину И давайте Посмотрим Что На самом деле Значило Для Якова Вину Его детей Что это было В принципе Для Якова Вину Его дети Говорится То что Когда Когда Яков Вину Вышел Из Дома своего отца Как Яков Как Ицхак И Ривка Сказали ему То что Иди К Лавану И оттуда Возьми Жену себе Написано То что Когда он вышел Пришла Звезды Звезды На небесах Здесь 12 Разных Как бы Созвездий Как бы В мире Или Мазалот Откуда Приходит Тоже 12 месяцев И в каждом месяце Есть свой Мазал Да Это Все Как бы Знаешь Ушлем И у нас Есть тоже 12 часов В день И у нас Есть 12 часов Ночью И Кенегат Шлемас Рашватим Шалина Тенеха И все Это Репрезентирует Этих 12 Детей 12 Колен Которые Я Тебе Подару В будущее Значит Точно так же Когда у нас Есть 12 часов В день 12 часов Ночью 12 Созвездий Точно так же Говорит Варить Якова Вину У тебя Будут 12 Детей Которых Будут 12 Колен Еврейского Народа Откуда Начнется Весь Еврейский Народ Продолжает Тан-де-белия И говорит Тогда Когда Пришел И Вернулся Якова Вину Из Дома Лавана И Продали Йосефа Яков Вину Плакал И он Был В трауре Он Был Переживании Отчего Продали Йосефа Он Знал То Что Ему Рассказали Извините Это Что Его Как Будто Дикий Зверь Его Убили И так Дали И он Переживал А Чего Он Переживал Он Переживал Целых Двадцать два года И Настолько Настолько То Что Когда дети Приходили Его Хотели Успокоить Он Не Брал Успокоения Ни От Кого И тут Говорит Мидраш Разве Что Он Плакал О Йосефе Нужно Понять Это У У меня Сложность Понятия Что Это Значит Но Следующее То Как Мидраш Продолжает Это Для Нас Существенно Важно Для Нашего Урока Ля Шамар Сказал Яков Вину Может Быть Я Взял Два Сестер Я Взял Рахель И Леа Может Быть Это Был Грех Но Как Мы Знаем Это Не Был Грех Почему Потому Что Две Сестры Нам Запрошено Только После Дарования Торы А Все Эти Вещи Которые Мы Видим До Дарования Торы Это Потому Что Наши Продцы Они Видели Через Их Каббалистические И Духовные Знания Так Как Они Видели В Духовных Миров Необходимости Определенных Поступков И Через Этих Поступков Они Делали Все После Того Как Мы Получили Тору У 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 Каббали Самый Большой Пророк Или Кто Б Не Был Б Ни Одну Заповедь Или Запрет И Сторой Они Не Смогут Сдвинуть Кроме У 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 Приходит Новый Пророк Даже Приходит Говорит Определенный Закон Нужно Убрать Из Торы И Так Далее Мы Знаем Сто Процент Что Это Неправильный Пророк Но До Романия Торы Этого Не Было Всего И А Кво Вину Переживает Может Быть Я Согрешил С Этим Или Я Насладился От Денег Лавана Или От Шхема Из-за Этого Меня С Творцом Тот Союз Который Творец Дал Мне То Что У Мне Будет 12 Детей И Так Далее И Так Далее Может Быть Из-за Моих Грехов Остановился И Уже Нет Благословений Этого Союза Который У У И Сразу Милост Творца Проявился Над Яков Вину И Дал Яков Вину 17 Лет Перед Его Смертью Хороших Так Как У Лам Аббах Яков Жил Этих Хороших Годов Которые Мы Говорим 17 Лет Последствия У Него Было Хороших Что За Хороший Жен Это К Эйн У Лам Аббах Он Жил Так Как У Лам Абах Из-за Этого Говорят Наши Мудрецы То Что Если Человек Если Человек Весь Жизнь Даже Не дай Бог Он Живет Очень Плохо И Перед Смертью Творец Дает Ему Хорошую Жизнь Да Это Говорит Хороший Знак Для Человека Но Если Не Дай Бог Человек Живет Хорошей Жизнью И Перед Смертью Ему Дается Плохой Жизнь Это Говорит Плохой Знак Для Человека Из-за Этого Написано То Что Яков Вину Перед Смертью Он Говорит Были Плохие Тяжелые Жизни И Из-за Того Что Ему Творец Показал В конце Что У нее Были Хорошие Годы Все Остальные Годы Все Больные Именно Годы Годы Которые Были Тоже Превратились Говорит В хороших В хороших Говорит Все Говорит Превратились Говорит В хорошие Именно Годы Да И Тут Объясняется То Что Человек Который Цадик Который Он Живет Шалом Без шалва Без Переживаний У нее Нету Цару Нету Боли Он Служит Творца И Намного Меньше Намного Меньше Тогда Когда Человек Он В Болях И Переживаниях За Этого Когда Есть Цадик Цадик У него Зархава Талеев У него Нету Никаких Переживаний Он Намного Больше Служит Творца И Для Ицхака Для Акуба Вы Извините Поскольку Последние Дни Были У него В Шалом У него Без Цар Без Переживания Творец Рассматривал Ему Что Как Будто Все Годы Он Служил В В В В В В Высоком И Большом Уровне Служения Творца Тоже Таким Образ С вами Понять По-простому Это Что Человек Который Перед Смертью У него Сговорит Хорошая Жизнь Значит У него Тоже У него Тоже Говорит Весь Годы У него Были На самом Деле Хорошие Ну Что Мы Отсюда Взяли Дорогие Друзья Там Дебелья Он Нам Рассказывает Что Для Яков Вину Фокус Его Жизни Это Было Что Это Были Дети Это Были Дети Творец Говорит Ему От Тебя Должны Выйти 12 Колен Когда Иосиф Отсадик Продали О чем Он Переживает Больше Всего О чем Переживает Он Больше Всего О том То Что Сейчас Весь Этот Обещание От 12 Колен От Сотворения Еврейского Народа Может Не Дай Бог Из-за Его Грехов Все Абсолютно Ушло Значит Боль Вот Этот Боль Был Как Я Наяву Мы Видим Намного Больше Чем Боли Вообще О Продаже Иосифа Представляете Настолько Это Был Для Него Именно На Весоком Уровне Когда Иосифа Продали Как Мы знаем Когда Он Родился Извините Сразу Он Сказал От Лавана Что Да Мы Сейчас Можем Уйти Вообще Мы Можем Уйти Уже Сейчас Потому Что Родился Тот Кто Будет Выигрывать Иосифа И После Того Как Его Рассказали Ему Рассказали Потому Что Как Мы Знаем Перед Приходом Машиаха Кто Будет Выигрывать На самом Деле Иосифа Это Будет Человек Машиах Бен Иосиф Машиах Который От Колено Иосифа И И потом После того Как Он Выиграет Эту Войну Придет Потом Машиах Бен Давид Который Будет От Колено Ихуды От Детей Давида Мелеха И Единственный Из Двенадцать Детей Который Может Побеждать Эсова Это Иосиф Представляем Сейчас Себе Дорогие Друзья Яков Войну Сидит И Представляешь Что Он Думает Сейчас Значит Весь План Весь Все Абсолютно Все Рушился Значит Эсов Здесь Нету Никого Кто Побеждает Его Нету Сейчас Обещания Творца И Все Это На самом деле Было Сильное Для Яков Но Перед Смертью Творец Дает Ему Хорошую Жизнь И Показывает То Что Все Хорошо Яков Все Хорошо Не Было Греха С Твыми Сестрами От Лавана Ты Наследился И Так Далее И Это Было Хорошим Знаком Для Яков Войну То Что Универсу Ола Мазе Универсу Ола Маба И Все Все И Я Хотел бы Заметить Очень Интересный Момент Очень Интересный Момент Настолько Вот Этот Жизнь Которую Мы Говорим Был Связан С Детьми Яков Войну Заметим Сейчас Первые 17 лет Которые Мы Сейчас Сказали То Что У Яков Война Был Действительно Хорошим Годом Когда Еще Мудрец Говорят Когда Было Это Время Это Время Когда Йосеф Отцедык Рождается Давайте Посмотрим Вокруг Где Сейчас Находится Яков Войну Яков Войну До этого У него Родился Уже Десять Детей И Про Это Время Наши Мудрецы Итара Не Говорят Что У него Было Хорошее Время Только После Рождения Йосефа У него Есть Шастливые Годы Жизни После Родился Йосефа Цадык Йосефа Цадык Рождается И где он Рождается У него Действительно Хорошая Жизнь Он живет Дорогие друзья Еще у Лавана У Лавана Он еще Живет И Лаван Бежит За него И он Хочет Убить Его Его Дочерей Его Внуков И всех Представляем Себе И Несмотря На это Это Считается Хорошим Годом Для Якова Это Конец Это Не Конец Идем Дальше Разве Якова Вину Этим Успокоился Идем Дальше И У него Встреча С Ангелом Где У него Борьба С Ангелом Идем Дальше Он Встречается С Эсовом Который Боится Боится Встречи Боится Встречи С Эсовом И Некоторым Мнение Мудрец Он Даже Яков Хотел Даже Его Убить Война Шке Он Хотел Даже Укусить Его Был Очень Опасный Момент И Встреча С Лаваном И Встреча С Эсовом Не Был Это Легким Моментом Для Якова Войну И Несмотря На Это Один Из В Этих 17 Лет Это Конец Тоже Не Конец Дальше Дорогие Друзья До Продажи Йосифа Была У нас История С Диной Тоже Плохие Годы Как Мы знаем В жизни Якова Но Несмотря На Это После Рождения Йосифа Говорит Яков Войну Говорят Наши Мудрецы У Якова Войну Были Годы Шастливые Опять Я не хочу Сказать Что он Больше Счастлив Не Дай Бог С тем Что Производ Это Был Чрезмерно Большой Трагический Момент Это В принципе Для Якова Войну Как Мы видим Прямо Сукейм То Что Очень Говорит Рувен Говорит Леви И Шимону Как Мы Могли Этого Делать Это Был Плохой Вещь И так Далее Это Вода И Он Сам Говорит Потом Тоже Всех Этих Страшных Вещей С ним Произош Это Был И Лаван И Дина И так Далее Всех Вещей Но Не совсем Хорошие Вещи Но Они смотрят На это Считается Это Что Хорошие Годы Якова Это Когда У Якова Вину Есть Дети И Дети Кто Йосеф Когда Йосеф Рядом Все У Якова Вину Идеально Он Счастлив У него Нет Боли Это То Что Наши Матрицы Говорят 17 лет Первых И 17 лет Последних Аналогично У Сара Имену Рождаются Дети У нее Рождается Ребенок Изините Рождается Ицхак Она Счастливая Где Есть Значит Настоящее Счастье И радость В Якова Вину И Сара Имену Это Проявляется В детях И Почему Именно В детях Именно В Когда Именно Рождается Йосеф Это Уже Полноценно С того Обещания Которое Творец Ему Сказал Не Бо Только Обещания Один Два Три Будет Двенадцать Детей Двенадцать Детей Двенадцать Детей Хороший Вопрос Что с Бениамином Я Не знаю В этом Но Мы Понимаем То Что Была Определен Полноценность Когда Рождается Йосеф И Отсутствие Йосефа Это Ломается Абсолютно Все Для Якова Вину С Ним Вместе Быть Это Полноценность Это Шалом Это Шалва Это Непереживание Уходят Все Проблемы Уходят Все Боли Уходят Все Абсолютно Это Счастье Это Хорошая Жизнь Для Якова Вину И Аналогично Тоже Для Сараймену Лавшалу Это Невероятная Вещь Дорогие Друзья И Мы Говорим Тут О Настоящей Счастье Настоящей Жизни Сараймену И Якова Вину И Не Скажем То Что Им Нечего Было Радоваться Дорогие Друзья Если Речь Идет О Богатстве И Сараймену С Авраам Вину И Якова Вину Они Были Мультимиллионерами Мультимиллионерами То Богатство Которое Он Привез Это Был Невероятно Большой Невероятно Большой Даже Не Говоря О Что Его Отец Ицхак Ему Оставил Он Это Все Отдал Эсову Он Все Это Отдал Эсову Якова Вину Сам По Себе Был Невероятно Большим Богатым Человеком И Авраама Вину Сары Были Невероятно Большими Богатыми Людьми Уважение Якова Вину И Авраама Вину Мы Неоднократно Упомянули Настолько Уважаем Был От Всех От Королей От Всех Якова Вину Посмотрим После того Как Шхема Произошла Эта История Как Люди Смотрели На Него Как Люди Большими Уважения Были У них Невероятно Большими Но Это Абсолютно Никак Не играет Для Их Жизни Этих Праведников Никакой Роль Богатство Или Жесть Уважение Или Другая вещь Дети Дети Это Дефакто Я ничего Тут Не добавил Просто Я считаю То Что То Что Написано Дети Это То Что Дает Им Настойшее Счастье Но Дорогие Друзья А Почему Мы Не Видим Эту Вещь Про Аврамовину Аврамовину Ицхаковину Их Тоже Были Дети Но Мы Нигде Не Находим Такой Момент То Что Как Про Авравину Было Сказано Вот Это Были Жизни Настоящие Настоящие Жизни Которая Была Аврамовину Вот Это Были Настоящие Жизни У Ицхака Нигде Не Находим Нет Такого Второй Не Написано И Творец Благословил Всеми Авраама Да Были Большие Благословления И Написаны Вот Эти Дни Жизни Авраама И Особенный Экстра Где Тора Описывает То Что Были Настоящие Жизни Жизни Особенности Были У Кого Это Было Якова Вину И Сарай Мен Это Вопрос Который Меня Мучил Долгое Время Я Не Понял На самом Деле Почему Может Быть Может Постараемся Мое Мнение Мы Посмотрим Что Говорят Наши Мудрецы О Наших Прадцов Наших Может Быть Бесят Лишнев Будет Большой Урок Для Нас Тоже Смотрите Что Написано В Мидраж Вайкра Раба Говорит Нам Неприятна Большая Виш Творец Говорит Нам В Книге Вайкра Везахарти Эдберти Яков Я буду Вспоминать Союз С Яковом Везахарти Эдберти Яцхак Я буду Вспоминать Тоже Союз Ицхак Вейав Эдберти Авраам И тоже Буду Вспоминать Союз С Авраамом Творец Обещает Нас То Что Он Будет Вспоминать Наш Союз Который Был С нашими Прадцами Союз Авраам С Авраам Союз Ицхак Сразу Союз Яков Вин Но тут Мы находим Тоже Тора Особенным Образом Пишет Каждого Из них Про Яковину Начинает Тора Рассказывать Что Я буду Вспоминать Союз С Яковом Не И Еще раз Извините Это Начале Всего Это Один Интересный Момент Но Второй Интересный Момент То Что Про Авраама Про Ицхака Который Идет Потом И Авраам Мы находим Следующее Дополнительное Слово Тоже Ав Я буду Вспоминать Тоже Ицхака И вспоминать Тоже Якова Тоже Авраама Тоже Ицхака И тоже Якова Про Авраама И написано Слово Ав Смотрите Как объясняет Митраш В Вайхра Раба Почему Написано Про Авраама И про Ицхака Слово Ав Тоже Или На самом деле Нужно посмотреть Митраш Аф На самом деле Тоже Это Слово Ярости Я не знаю Имеется ввиду Скорее всего Это имеется ввиду Тоже Да Но может быть Тоже Связано С этим Уже Посмотрите Не написано На самом деле Слово Ав Тоже Про Якова Вину Смотрите Что пишет На Митраш Поскольку Так выражается Митраш Кровать Якова На Вину Вышел Ишмаэль Вехол Бней Кетура И все Дети Кетуры Когда Сарамин Аля Шалам Скончался Авраам Вину Опять Берет Себе Агар Жену Которая Выражается Что Она Кетура И Рождаются Дети И потом Авраам Отправляет Их И дает Им Нечистые Силы Но Тоже Выражается То Что Митато Шлема Только У Якова Вину Полноценный Кровать Сейчас скажем Что это значит Только У Якова Вину Авраам Вышел У него Ишмаэль Вышли Дети Кетуры Ицхак Яцам Именно Исав Вехол Алу Фейедом И От Ицхака Вышел Исав И все Джамат Который Вышел От Ицава Авал Яков Митато Шлема Но Якова Вину У него Полноценный Кровать Вехол Банав Цадыки И все Дети Якова Вину Они Цадыки Они Все Проведники Так Как Написано Когда Они Приходят Братья Приходят Они К Йосефу Что Они Говорят Мы Все Дети Одного Человека Дорогие Друзья Смотрите Что Мы Тут Находим В Отличие От Аврагама И От Ицхака Написано Насчет Мудрецах И В Зуаре Так Написано Тоже Что Не Было Сотворение Мира Человека Который Все Дети Вышли Праведники До Якова Вину Не Был Не Был Человека Который Был Полноценные Дети Что Вышли Все Праведники До Якова Вину Не Аврагам У него Вышел Ишмаэль Не Ицхак У него Вышел Эсав Якова Вину Все 12 Колен Все Праведники Первый Человек В Историю Первый Человек Изуар Чертельно Объясняет Это Что Что Благодаря Тому То Что Яков Вину Чрезмерно Сильно Хранил Свой Союз Свой Бритмилу То Свой Бриткодаж И он Первый Семья Который Вышел От Якова Вину Как говорят Наши Мудрецы Это Был Рувен Простите Представьте Человек Был Человек Больше 60 Лет Первый Раз Который Вышел У него Семья Это Был Рувен И Все Дети Они Тоже Сильнейшие Сохранения Бритмилы Не Приходит Она И хочет Соблазнять Йосеф А Йосеф Как лев Держит Себе Сохранить Союз Бритмилы И говорит нам Зоар То что Благодаря Этого Удостоились 12 колен Быть Праведниками Быть 12 колен Быть Начало Всевырослого Народа И Глубиннее Всего Если Мы хотим Еще Дойти Говорит Нам Рабьякова Бухацира Кодыш Кодашин Рабьякова Бухацира Дорогие Друзья Говорит Который Был Дедушкой Бабасали Кодыш Кодашин Это человек Святившийся Человек Говорит Следующий Момент То что Из-за Их Святости И Праведности Которые Были У Детей Якова Вину Из-за Этого Удостоились Они Что Их Имена Они Выгравлены На Один из Одежд Которая Была Коин Кодоль На Урин Ветум Дорогие Друзья Там Выгравлено Имя Человека Представьте Значит Творец Который Святость Который Дом Него Дом Святости Бетам Игдаш Человек Который Носит Это Самый Святой Человек Который Есть Коин Гадоль И Там Выгравлено Имя Людей Каких Людей Святейшихся Людей Дети Якова Вину Потому Что Они Хранили Брит Кодыш Из-за Из-за Этого Они Удостоились Этого Говорит Нам Ребья Куб Хацира И Из-за Этого Написано То Что У Ли Дгалим У Ли В Ли Ко Цэ И Тоже Дгалим Тогда Когда Они Вышли Из Египта Они Удостоились Всех Этих Распоряжения У них Было Так Как У Ангелов Вих Миров Значит Это Показывает То Что Олицетворение В этом Мире Оно На Уровне Духовных Миров Вечи Которые Мы Досконально Чуть Чуть Можем Ощущать О чем Они Говорят Но Полноценность Только У Якова Вину Полноценность Только У Якова Вину Это Было Величие У Якова Вину Из-за Этого Когда Приходит Речь О Настоящей Жизни Мы Только Находим Якова Вину Настоящая Жизнь Что Была Полноценная Жизнь Метаташ Мы Единственный Человек Который Из-за Метаташ Лем Это Яков Вину Из-за Настоящей Жизнь От Кого Мы Находим Что От Богатства От Детей От Уважения Мы Ни От Кого Не Находим От Детей Когда Детей Есть Полноценность Когда Йосеф Со Всеми Вместе Когда Все Вместе Они Все Полноценность Обещание Творца Он Избывается Счастье 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 Когда Когда Есть Кошерные Дети Когда Кошерные Дети Когда Если Мы Можем Понять Дорогие Друзья Почему У Сараймену Тоже Мы Находим Аналогичный Момент Сараймену Кроме Больших Глубоких Объяснений Почему Про Нее Именно Сказано Жизни Ни Одной Праматери Не Написано Тоже Объяснение К этому Это Связано С Гильгу На самом Деле Сараймену Она Являлась Это С Хав Связано И так Далее Получается Объяснение На самом Деле По всем Этому Но По простому Если Посмотреть Дорогие Друзья От Кого Вышел Полноценящий Ребенок Из Сотворения Наших Проотцов Как Мы Знаем Для Того Что Для Сотворения Всего Еврейского Народа Весь Еврейский Народ Базируется На Трех Проотцов Четырех Праматерей Двенадцать Детей Якова Сем Семейства Якова И Шестьсот Тысяч Душ Которые Выходят Из Двенадцать Колен Это Формула Всего Еврейского Народа И Мы Думаем Что Это Просто Так Это Абсолютно Не Просто Так Это Все Связано С Духовными Мирами Это Все Связано С Как Вообще Идет Управление Всего Этого Мира Это Все Связано Мы Не Не Можем Сейчас В На самом деле Вещи Здесь У каждой Вещи Почему Три Почему Четыре Праматери Почему У нас Двенадцать Колен Почему Шестьсот Тысяч Но Давайте Посмотрим Сотворение Наших Проотцов Авраам Ицарх Яков Кто Был Полноценным Авраам Авин У него Рождается Ишмаэль Митата Лошлема Бефораш Мидраж Мы только Прочитали У него Выходит Псуль Выходит Какой-то Недостаток От него Ицхак Ицхак Сам По себе Он Приводит Ветамир Яков И Исава Тоже Говорит Нет Полноценности В него Скажем Что Ривка Ривка Тоже Рожает Кого Рожает Эсава Тоже Нет Полноценности Что Мы Скажем То Что Рахель Илея Зильпань Билга Они Были Для Сотворения Двенадцать Колен Из-за Этого Тот Кто Включает На самом Двенадцать Колен Это Единственное Это Яков Вину Они Только В сотворении Этих двенадцать Колен Они Берут Отдельные Именно Роли Они Берут Себе Но Единственное Что Один Человек Который Полноценный 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 Ребенок Который У него Вышел Это Было Сараймен Полноценный Выходит Только У Сараймен У Него Рождается Ицхак Востотворение Привождение В этом Мире Извините Зарождение В этом Мире Працов Наших Кто Есть Полноценный Полноценный Сараймен Приводит Ицхака Который Он Сам По себе Он Полноценный От него Вышла Только Полноценность В Узарождение Двенадцать Колен Кто Берет Себе Кто Ключает Себе Всех И Кто Полноценный Якова Вину Из-за Этого Про них Только Написано Настоящая Жизнь Настоящая Жизнь Когда У человека Есть Еврейские Дети И Дается Им Еврейский Нахас Дается Им Еврейский Нахас Тогда Когда Дети Идут По путям Творца И Это То Что Поговорит Наша Тора Ваихи И Живет Яков Когда Живет Яков Когда Можешь Сказать Еврей Живет Когда Дети У них Есть Бритмилот Бар Митцва Бат Митцва Благословение Изучает Тору Идут По путям Ашема Это То Что Говорит Нам Яков Вину Тогда Живет Яков Когда Есть Настящая Жизнь У Якова Тогда Есть Настящая У Якова Рождаются Такие Дети Как Двенадцать Колен И Давайте Посмотрим Дорогие Друзья Давайте Посмотрим Так как Митцва Высказывается В конце В конце В начале Извините В Сефершмот Написано Что Яков Вину Один Единственное Можно сказать Нам Тяжело Сказать Но Мы не можем Ничего Сказать Против Этого Наяву Мы видим Это То Что Воспитание Детей Яков Вину Он Был Видим Кто Вышел Двенадцать Колен Все Праведники Все Праведники И Не было Ни одного Недостатка Двенадцать Колен Что Творец Он Делает Одинаковых Он Говорит Что Так Как Они Были Все Одинаковые Как Яков Вину Что Кулам Ли Яков Что Все Были Такие же Правы Все 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 И Давайте Посмотрим Дорогие Друзья Что Говорит Нам Геморан И Митраж Что Произошло Перед смертью Когда Яков Вину Скончался Яков Яков Масах Псах Это Написано Митраж Танхума Это Написано Митраж Жава Догих Разбросов На звезде Рассказывает Нам Невероятная Вещь Перед смертью Когда Яков Вину Скончался Собрал Он Всех Своих Сыновей Собрал Всех Своих Сыновей И Посмотрим Что Говорит Им Яков Вину Аль-Вашалум Говорим Пасах От Псах Интов Нунваба Мудалев Диаман Рабушим Бен-накеш Вайкра Яков Эль-банав Что Яков Вину Позвал Своих Детей Виамар Соберитесь Все вместе И я вам Расскажу Когда Придет Машиах Когда Придет Машиах Написано То что Двум Было Рассказано Про Приход Машиах Это Был Даниэль И Это Был Яков Вину И Оба От Их Были Скрыты В Одном Месте Я Видел То что Даже Ицхака Вину Знал Ицхака Вину Тоже Знал Про Приход Машиах Он Хотел Это Рассказать Эсаву Дорогие Друзья Но Творец Скрыл От Него И Ушла От Него Шхина Амар Сказал Яков Амар Может быть В моих Детях Тоже Есть Какой-то Недостаток Может быть От моих Детей Вышел Тоже Какой-то Недостаток Так Как Был У Авраама Вину Что От Него Прошел Иц Ишмайль Не Так Как Был У Ицхака То Что Вышел От Него То Что Творец Не Хочет Чтоб Я Раскрывал Про Приход Машеха Забоялся Яков Вину Сказал Амру Ло Панав Сказали Дети Яков Вину Яков Шема Исраэль Адонай Елухен Адонай Ехат Слушай Израэль Ашем Творец Он Наш Творец Всемогущий Ашем Творец Он Один Амру Шема Исраэль Они Сказали Первый Раз Перед Смертью Яков Вину Шема Исраэль Слушай Израэль Обращай Яков Вину Которую Завод Исраэль Слушай Израэль Творец Сказал Барух Шем Квот Молкутол Ламвай В этот момент Израэль Ты нам заповедовал 3500 лет тому назад И мы пережили Все И холокост И инквизиция И все И угнение И всего И несмотря на это Мы сидим И повторяем Все то Что ты нам обучал Ашем Израэль Есть у нас Господь Один Един 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 Только В этом Мире Все Сили Все Все Приходит Все От тебя И это Были Дорогие Друзья Дети И якова Вину И от этого Якова Вину Говорят Это то Что мы говорим До сегодняшнего дня Это то Что мы говорим До сегодняшнего дня И это Был настоящий Радость У якова Вину Это был настоящий Радость Когда дети Шли По путям Творца Когда дети Шли По путям Ашема И дополнение К этому Можем сказать От имени Аршиха Кадош Дорогие друзья Якова Вину Они спускаются Сейчас В Египет Знаешь Что такое Египет Эрват Хаарец Это был Самым Грязным Духовно Грязным Местом Во всем Планете Весь Авудазара Идолоплаконства И Это было Колду Колдовство И Духовные Просто Все Нечистые силы Все было там Все было там Дорогие друзья Когда Якова Вину Было сказано То что Яков Мы сейчас Спускаемся Туда Значит Йосиф Там Он король И идем Он зовет Тебе Яков Вину Испугался Почему Он испугался Потому что Якова Вину Он понял Сейчас Начинается Изгнание Изгнание Не боялся То что Изгнание Сейчас Начнется Он боялся От того Где Начнется Изгнание Якова Вину Знал Что То что Якова Абрамовину Было сказано Это Будет Сбиться Сбиваться Четырестолетовые Дети Будут Рабами Но Яков Вину Думал Рабами Да Но Где В Египте В Египте В этом Затумленном Месте Он Сотражался Как Можно Выдержать Как Мои дети Что Будет С Моими Детьми Что Будет Все То Что Я Делал С Евристом Что Будет Да Будет Они Выйдут Потом Могут Ли Они Вообще Выйти Нужно Еще Дожисть До того Что Вышли Они Творец На это Приходит И Говорит Сразу Как Он Узнал Про Йосефа Сразу Вернулся У него Руаха Кодыш И Творец Спустя Уже Больше 20 лет Опять Проявляется К нему И Говорит Ему Якова Вину Не Переживай Яков Не Переживай Я Спушу С тобой Вместе Я Поднимусь Тоже Оттуда С тобой Вместе Шхина Шема Спустился С еврейским Народом В Египет И Сказал Яков Яков Не Переживай Я Буду С тобой И Даже В этом Грязном Месте Я Буду С тобой И Я Не Доведу До Того Момента Что Еврейский Народ Не Будет В Состоянии Не Выйти Из Египта И Даже Если Есть Нужда Я Выведу Их До Времени И Как Мы Знаем Еврейский Народ Вышел До Времени Потому Что Мы Должны Были 400 Лет Но Мы Были Там Всего 210 Лет Потому Что Если Будет Такое Состояние Что Если Подождем Еще Чуть Что Еврейский Народ Вообще Духовно Уже Не Буду В Состояние Выйти Оттуда Творец Говорит Я Обещаю Тебе Я Буду С Ним Я Буду С Ним И Как Мы Знаем Мы Вышли На Грани Момента Что Еврейский Народ Полностью Уничтожен Был От Его Духовных Корней Был Ужас Падение Падение Все 200 Лет И Рабство И Духов И В конце Концов Опять Начали Молиться Творцу И Творец Услышал Все Наши Молитвы И Дал Нам Избавление Но Что Яков Боится О Своих Детях Что Будет С Моими Детьми Где Как Они Выйдут Что Будет С Духовностью Кусок Хлеба На Столе Это Что Решает Яков Выйну Нет Что Будет Дух Как Они Будут Связаны С Творцом Это То Что Решает Яков Выйну Яков Говорит Все Нормально Я Буду С Что У Них Есть Какой Духовная Деформация Это Была Для Него Хорошая Жизнь Понятно Что Нет И Мы Видим Перед Его Смертью Все Были Праведниками Но Смотрите Что Пишет Нам Арши Хакадуш Арши Хакадуш Пишет Что Вызвал Всего Этого Почему Как Они Могли Сохраниться На Сам Деле Там И Давайте Посмотрим Что Вызвал Что Была Посук Одна Один Посук Последний Посук В конце Порошат Вайгаш И Написано Ваешев Израиль Исел Израиль В Стране Митсраима Берец Гошин В земле Гошина Ваеха Зуба И они Сдержались Они Охватились В Эта Земле Вайпру 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 И они Чрезмерно Сильно Начали Размножаться И Написано На наших Вудрецах То что Следующий Пороша Пороша Двоех То что Будем Читать У них Нету Разделения Второе Если Посмотрим Продолжение Как один Текст Сатум Обычно Новый Пороша Начинается Снова Абзаца Тут 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 нет Продолжение Продолжение Всего Этого Почему Есть Много Объяснения Говорит Нам Альшиха Кадош Смотрите Красоту Дорогие Друзья Еврейский Народ Живет В Египте В этом Грязном Месте И Особенно Вместе Где Яков Иосиф Азады Хочет Чтобы Они Пришли Эрит Гошин В земле Гошина Чем Особенно В земле Гошина Особенно В земле Гошина Был Том Что Пару Лет Тому Назад Когда До того Как Дети Еврейские Спустились Дети Яков Спустились В Египет Их Непраматерица Сараймену С Аврамовином Когда Они Были В Египте Пару Собрал Себе Сару И После Как Вся Эта История Произошла Как Она Извиняется И Отпускает Большим Подарком И так Дали Аврама Извиняется То Что Он Не Знал То Что Это Была Его Жена Но До Как Это Вышло То Что Он Отправляет Е Говорится То Что Он Настолько Влюбился Сару Написано Пиркедрабелезер Что Один Звещи Тоже Написал Его Ктуве Что Пару Подарил Саре Землю Гошен Земля Гошена Которые Внуки И Правнуки Внуки Правнуки Сараймену В конце Концов Они Будут Жить В Египте На самом Деле Принадлежала Изначально Сараймену Потому Что Пару Ему Подарил Как В Туве Что Это Значит Подарил Ему Написано В Аршиха Кадош Что Тем То Что Было Подарено На самом деле Сараймену Эта Земля Уже Возвисился От Нормального Духовного Его Состояния Что Это Значит Возвисился От Духовного Состояния То Что Обычно На каждом Земле Есть Свой Ангел Который Дает Своё Влияние Тот Реальность Том Материальный Тот Тева То Что Дается Это То Что Дается В этой Земле В каждой Земле В каждом Народе Но Поскольку Как Мы знаем В С Эфроном Когда Аврам Купил Эфрон От Эфрона Марата Махпеля То Поднялся На самом Деле С Эфрон Поднялся Получил Другой Статус Другой Реальность Тоже Самое Дорогие Друзья Здесь Мы Находим То Что Весь Реальность Гошена Поднялся Обзор На Другой Уровень И Он Не Подсильно Всем Влиянием От Ангела Митрайма Из 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 Этого Мы можем Размножаться Чрезмерно Сильно Потому Что Там Нет Нормальных Естественных Правил Этого Мира Это Сверх Естественное Правление Там Из Из Бюргейский Народ Рождает Невероятно Шесть За Одним Разом Изменения Шесть Десять Раз Куча Куча Посмотрите То есть, сколько народ вышел просто за 210 лет, дорогие друзья, миллионами, и еще это было всего лишь 20% от евреев, которые, остальные, которые умерли там. Почему? Потому что они были, говорят, с Гошей, они были, сидели уже там, Иосиф Ацент их специально там подготовил, и про них уже Аше подготовил, когда? Сараймену. Опять-таки связь сараймену. Опять-таки связь сараймену. И что этим образом они могли сидеть там, из-за этого они могли размышляться, из-за этого могли остаться, в то время, когда Яковину жил, все их дети праведниками. Все они остались именно праведниками. И этим мы видим, когда большая вещь, большой именно урок, для всех вообще, чем жили наши прадцы, чем жил Яковину, это была их жизнь, настоящая жизнь, тогда, когда у человека есть Иришинахас. А Иришинахас, когда у человека есть настоящее еврейское счастье, это и есть настоящее еврейское счастье. Настоящее еврейское счастье, когда дети идут по путям Творца. И я хочу рассказать в конце историю, которая рассказывает про Стайплера, отца Равхайм Каневский, дай Бог ему здоровья в этом моменте, который мы все слышали. Гдоладор, величайшийся, самый большой раввин всего нашего времени. Равхайм Каневский и его отца звали Стайплер. И Стайплер, Стайплеру один нас спросили, Рав, как это может быть, то, что написано в святых книгах, то, что человек, который сандак, который он держит ребенка, чтобы обрезать, делая обрезание, это большая сгула, это большое благословление, сгула для богатства. И мы не совсем находим у вас богатство, а это все, как бы... Повернулся Стайплер и говорит этому человеку, что говорит, богатство? Смотри на него и показывает на своего сына Равхайма Каневского. Разве это не самое большое богатство, которое у меня есть? Разве это не богатство? Вот тебе богатство, сгула, вот тебе сгула, вот тебе сгула, вот тебе сгула, вот тебе, скажем, Равхайм Каневский родился. Равхайм Каневский человек, который весь еврейский народ берет именно на своих плечах и все вопросы, и всего-всего, которые мы всегда знали о его величии, а сейчас настолько сильно проявляется его величием для всего именно еврейского народа. Богатство, вот тебе богатство, вот тебе богатство. Это есть. Это есть тот настоящий нахас. Это есть тот настоящая радость. Дай Бог всем, чтобы был настоящий еврейский нахас без рада Шем у нас всех. Те, которые нуждаются в детях, чтобы Шем подарил им дети без рада Шем. Те, которые есть дети, чтобы Шем дал им много сил их правильно воспитать. Те, которые есть дети, Шем дал много себя дышьмая, что у них были большой именно еврейский нахас, настоящий именно еврейский нахас. Нахас, который наши прадцы жили и жаждали именно всегда этим. И чтобы Творец сохранил всех наших детей от всех плохих влияния, от всех плохих людей, от всех ненужных именно вещей в этом мире. И чтобы они ходили по путям Творца, по путям Авраама, Ицхак и Акова, которые они поставили в фундамент всего нашей реальности. И чтобы никогда не закончился этот момент, когда все еврейские деды устанут, всегда сказав утром и вечером, «Шема Исраэль, дедушка Израэль, Марата Махпела, знай, мы идем по Твоим путям. Мы идем по Твоим путям, которые Ты нас поставил, есть один единственный Бог, есть один единственный Бог в этом мире. Дай Бог нас, наших детях и всего еврейского народа, чтобы они вернулись без ратышей. Чуваш Лима, столько тысяч людей, к сожалению, не знают, что такое вообще Ишма Исраэль, дорогие друзья. Нужно молиться ради них, нужно молиться ради них, чтобы они соединились все, все, все к источникам жизни, источникам Тора, источникам нашего фундамента, то, что мы есть. То, что мы есть, дорогие друзья. Аменьки на то, чтобы Творец вернул все сердца наших братьев и сестер, и чтобы все видели от наших детей настоящего еврейского нахаза. Амин.